Всем привет! Это я, Говорящая Голова. Хочу рассказать вам маленькую историю про то, как я купил сим-карту с красивым номером. Прошло какое-то время, до меня дозвонились из банка Тиньков, назвали меня каким-то именем, грубо говоря, и сказали, что я денег должен, и все такое. Я им объяснил, что я приобрел сим-карту, и что, когда, и кто я, и фамилии, имя, отчество. Выложил всю информацию. Ну, я думал, что так надо. Как правильно говорит Дмитрий Кузнецов, что у нас такой менталитет, что они главные в этой жизни, а мы так себе. Ну, в общем, на меня обрушился шквал звонков. Объяснять им бесполезно что-либо было. Звонили мне и днем, и ночью, и выходные. Оскорбляли. Все что угодно. Мою жизнь превратили просто в кошмар какой-то. Ну, а потом я наткнулся на канал на YouTube Дмитрия Кузнецова. Пересмотрел очень большое количество роликов. Переслушал. Если быть точным. И для меня открылась просто истина. Какая-то. Чакра. Я начал с этими людьми беседовать. Эта беседа перешла для меня в развлекательный уже какой-то уровень. Когда они звонили, я прям радовался. Ура! Мне снова звонят. Единственное, что я... Мне очень жаль, что я не могу записывать эти ролики, разговоры. Могу бы выкладывать эти ролики. Ну, не важно. Одно могу сказать точно. Нечего их бояться. Ничего они не сделают. Если вы ничего не должны, не надо расстраиваться. Пусть звонят сколько хотят. Если им доставляет это удовольствие быть отшитыми, а иногда и оскорбленными. Я позволял себе все, что я хотел. Только вот я сейчас огорчен. Они перестали мне звонить почему-то. Может, тот должник им деньги отдал. Они перестали звонить. А может, забыли на какое-то время. Надеюсь, что снова будут. Может, мне в банк сходить, долг взять, чтобы снова звонить начать. Это реально интересно. Так что, Дмитрию Кузнецову отдельное спасибо за то, что помогает людям разобраться вот так вот с негодяями. Удачи вам в этом деле. Я так остаюсь подписан на этом канале и смотрю ваши видео, слушаю ваши видео. Спасибо. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok